Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Леонид Пустовойтов. Сегодня 1 августа. Основную работу, которую необходимо было проделать, в саду практически сделал. Осталось собрать только вишню, но она еще, честно говоря, до конца не поспела. И вот решил, пока есть свободное время, вытащить тарелочку для того, чтобы можно было на нее укладывать вишню. Вот уже заготовка находится в токарном станке. Я ее посадил на планшайбу. Вот она. Сейчас я буду обрабатывать торец и заднюю часть выравнивать и готовить под посадку под патрон. И после этого буду производить вырубку внутри. Я буду работать двумя вот такими вот резцами. Вот один. Вот второй резец. Как видите, они немножко... Один смотрит усик вправо, а другой усик на другом смотрит влево. Ну и также буду использовать прямую стомиску. Вот она. Я их только что заправил, подготовил для того, чтобы можно было работать. Вот. Что у меня из этого получится, пожалуйста, смотрите, ставьте лайки. Напоминаю, это дерево-клен. Он сухой практически весь. И вот я сейчас буду работать. Длина этого клёна 25 сантиметров, то есть диаметр 25 сантиметров. Что у меня получится, будем смотреть. Итак, дорогие друзья, я начинаю. Поехали. Вот я уже все установил, подготовил. Вот она, экшн-камера у меня. Для того, чтобы смотреть на задний экран, я использую вот такое зеркало. Я его сделал по по примеру других специалистов, которые работают. А именно зеркалом пользуется Георгий Паламарь. Вот и я сделал такое зеркало и буду смотреть. Отсюда вот я его так вставлю, видите, и мне будет видно все, что делается на экране. Итак, друзья, приступаю к работе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот заднюю часть Вот заднюю часть я практически подготовил. Это место вот пойдет под патрон. И теперь сейчас сделаю, обработаю торец, отшлифую, скрою маслом и после этого переверну на обратную сторону. Повторяю, я работал вот таким резцом, вот он, с носиком в эту сторону, прямым резцом. Итак, продолжаем дальше подготавливать заднюю сторону. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, уважаемые друзья, я ее ошкурил и скрыл масло воском. Вот что у меня получилось. Видите, как все заиграло сразу. Блестит. Видно все вот эти вот сердцевину клена. Здесь вот даже по краям желтизна выходит. Теперь осталось немножко, чтобы она постояла, где-то минут 15-20 впиталась. И после этого еще раз отшлифую и переверну на обратную сторону, для того, чтобы производить выемку там внутри. Итак, я хотел еще заострить внимание на то, что шлифовку я производил шкуркой 80-й. Сот 240-й, 360-й. И после этого войлоком шлифовал. Вот такой вот у меня кусочек войлока. Вот он. И от дубленки вот такой шкуркой производил шлифовку. Ну и соответственно масло воск. Это сделан самостоятельно. Это был воск. Поставил вот такую деревянную удлинитель, который прижимает эту тарелку задней бабкой. И сейчас приступлю к выборке внутри. Она будет не очень глубокая. Поэтому хорошая. Точить ее очень легко. Материал покладистый. Вот еще осталось немного для того, чтобы углубиться. Я, когда работаю, боюсь, чтобы не просто точить ее насквозь. Ну, еще где-то миллиметра два. Ну вот, бабушку я эту убрал, этот чобик. Сейчас еще буду немножко углубляться. Я думаю, где-то на миллиметра два-три. Можно будет еще углубиться. Вот, друзья, закончил я выборку. Сейчас это все отшлифую. Ну и соответственно потом вскрою масло. Вот, закончил я выборку внутри. Отшлифовал и скрыл масло восторг. Вот, что у меня получилось. Более конкретно она еще немножко постоит. Я ее еще натру. Желтизна эта с обоих сторон. Они дополняют красоту. Вот, что. Так что смотрите. Пускай немножко постоит. Масло воск питается. И еще раз произведу шлифовку. Вот такая тарелочка блюда у меня получилась. Первоначально я хотел в середине здесь вклеить фотографию. Но после того, когда я ее выточил, мне не хочется, чтобы вот эта вот красота не была видна. Поэтому я решил оставить ее такой, как есть. Вот. Видите. Вот ее задняя сторона. Я считаю, что тарелочка получилась красивой, хорошей. Кому-нибудь на подарок она пойдет. На этом я буду заканчивать свое видео. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал Леонид Пустовойтов. Всем удачи и успехов вам в вашем труде. До скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok